Доклинические исследования лекарственных средств В результате выясняется, что люди очень странно представляют мою работу Представляется, что это какая-то лаборатория В случае какого-то странного оборудования С привязанными животными, с пытками На самом деле все происходит совершенно не так И так попробуем с вами разобраться на примере лекарственных средств Или косметических препаратов Для того, чтобы понять, о чем будет идти дело Я предлагаю схему с этапами разработки лекарственных средств Как вы видите, этапы состоят следующие Некоторые соединения проходят скрининг Те, которые нас удовлетворили Дальше, далее тестируются на Исчать их безопасность и эффективность на животных Далее проводятся исследования на людях Изначально на добровольцах, потом на больных Далее следует регистрация лекарственного препарата Но на этом у нас все как бы дело не заканчивается Потому что дальше идут постмаркетинговые исследования Когда при помощи пациентов или больных Регистрируются отзывы, побочные эффекты на эти препараты В принципе, сам этап внедрения занимает 12-15 лет Как вы можете видеть, что если на начальном этапе У нас может быть 10 тысяч каких-то молекул О которых мы не знаем перспективные они или нет То до исследования на животных доходит 100 А по выходе мы имеем всего один препарат И по разным данным на данный момент Тестирование ежегодно В экспериментах используется от 50 до 100 миллионов животных Много это или мало? Давайте попробуем разобраться Первое упоминание о тестировании на животных Относится еще к древним грекам Куда же без них Но есть кое-что, в чем греков обошли Это первые документы Первые упоминания о Нормативные документы Предусматривающие нормы обращения с животными Это были первые упоминания касаются 3 века Еще до нашей эры Индия, император Ашока Документы, которых запрещалось Жестокое обращение с животными Ритуальные жертвоприношения Охота ради развлечения И также во времена в управлении Был составлен перечень важных видов животных Казалось бы, все круто Третий век до нашей эры Мы заботимся о животных Все хорошо Но есть такая загвоздка Что последующие упоминания Появляются лишь в 17 веке В Японии Во время правления японского сёгуна Токугавица на Йоси Который получил прозвище собачий сёгут Во времена в управлении был принят ряд указов Касательно этического общения с животными Которые предполагали запрет на убийство собак, кошек, загнанных лошадей Доходило вплоть до запрета торговли рыбой Поймана рыбой на рынках Также были созданы собачьи приюты В которых, на минуточку представьте себе Порция еды животного была больше, чем порция еды крестьянина Что же происходило до 17 века? Почему так? Дело в том, что до 17 века считалось Что у животных нет души Они представляют собой механизмы И не могут испытывать боль В 18 веке Как бы это странно ни звучало В экспериментах на животных же Было установлено, что животные испытывают боль, дискомфорт И какие-то подавленные состояния И общественность этому возмутилась И тогда же, в начале 19 века В Англии был принят первый в Европе Закон о поведении с лошадьми и крупным рогатым скотом Который предусматривал нормы обращения с соответствующими животными Далее, в конце 19 века Был принят акт о жестоком обращении с животными В то же время, в конце 19-го, начале 20 века Бурно развивалась физиология Было множество открытий Все знают, наверное, об экспериментах Павлова с собаками И, к слову о собаках Памятник лабораторному животному Предпосылка установки памятника была следующая Что некий профессор во время лекции Проводил эксперимент на живой собаке Которую он считал Получило достаточное количество обезболивающих Студенты так не считали Был огромный скандал Который привел к стычкам Студентов Защитников прав животных с полицией В итоге памятник был установлен Потом его сносили В общем, судьба памятника тоже была достаточно такая интересная Несмотря на то, что развивалась физиология Параллельно развивалась химия Новые вещества, новые материалы Новые лекарства Все для пациентов Все для потребителей И это привело к тому, что Был ряд скандалов, связанных с применением препаратов Одним из самых известных Это таллидомидовая трагедия Когда беременные женщины Принимавшие успокоительное на основе таллидомида Потом у них впоследствии рождались дети С аномалиями, уродствами И последствия этой трагедии Привело к тому, что Обязательным стало Проведение на животных Исследование токсичности, эффективности И безопасности То есть, видите Требования к лекарствам Стали ужесточаться Защитники прав животных Не бездействовали То есть, разрабатывались Соответствующие законы Подзаконы, акты Касательно прав животных И так был сформулирован Принцип 3-Р Предполагающий улучшение условий Содержания использования животных Уменьшения количества животных В эксперименте И использования альтернативных методов и объектов На этом слайде мы немножко остановимся Он спеть вам надоест Потому что у меня с ним связаны Таких два лирических отступления Первое лирическое отступление Эти три принципа Лежат в основе Большинства международных соглашений Конвенций Директив Связанных с правами животных И с использованием животных в экспериментах В Украине Украина эти международные документы подписаны Некоторые из них ратифицированы У нас есть свои законы Подзаконные акты Я на них сейчас останавливаться не буду Кому будет интересно У меня в конце есть два слайда Там где они перечислены Если кому-то захочется Можете их сфотографировать И наши законы являются адаптацией Грубо говоря Переводом международных Первая часть Закончилось первое лирическое отступление Касательно того Как же все происходит в Украине С первой частью все очень плохо По той простой причине Что наука у нас финансируется плохо А лабораторию, у которых есть животные То есть поддержание животных Финансируется вообще в принципе по остаточным принципам То есть сначала людям, потом животным Поэтому про улучшение условий содержания и использования Говорить не приходится Касательно уменьшения количества животных в эксперименте Это предполагает использование общих групп Использование минимального количества животных Рациональное использование к ним отношения Но как показывает практика Очень часто у нас любят дублировать эксперименты Повторять Или проводить какие-то исследования Для удовлетворения собственного любопытства На использование альтернативных методов и объектов Я остановлюсь чуть позже Потому что Сейчас часть, наверное, более интересная девочкам Касательно проведения исследований на косметических средств Сразу хочу отметить Что косметические средства Это те средства, которые не обладают терапевтическим То бишь лечебным эффектом Их прямое назначение Улучшить внешний вид Что-то замаскировать Но не более Они, как правило, наносятся на кожу И поэтому не требуют Тщательного Не то, что тщательного Полного проведения исследований И в Европе Распространено движение Под названием Красота без жестокости Которое предполагает запрет Использование Тестирование Косметических средств Их компонентов на животных Использование Каких-то животных компонентов При разработке препаратов Средства С 2013 года В Европе Запрещены любые тестирования С использованием животных Соответствующие средства Маркированы подобным образом Чаще всего Это кролик в круге Там, где написано Не тестировано на животных Иногда встречаются дельфины Почему дельфины Я не знаю Но давайте будем честными Если фирма пишет Что она не тестировала На животных Например, в Европе Это не значит Что она не тестировала Эти компоненты На животных В какой-либо другой стране Там где-то все дело Не запрещено Более того Используются Как правило Одни и те же вещества Которые могли быть Исследованы Проверены на животных Намного ранее То есть по ним Уже просто есть полные досье Потом Такой момент Что фирма Может не тестировать На животных Но все-таки Может где-то Как-то использовать Компоненты Животного происхождения И наконец Опять же Ботокс Который все-таки Классифицируют Как лекарственное средство На животных Все-таки тестируется Вот А теперь И именно Как бы Запрет в косметологии Дал толчок К одной из разработок Альтернативных методов Тестирования Мы к ним возвращаемся И на данный момент Альтернативными моделями Является Компьютерное прогнозирование Компьютерное математическое Моделирование Использование Тканевых и клеточных культур Использование Беспозвоночных тест-абъектов Парадокс заключается в том Что все этические документы Нормируют Исключительно Использование Позвоночных К беспозвоночным Это все дело не относится Компьютерное прогнозирование Это Представляет собой Программы Где База данных Известных уже Каких-то Соединений Веществ Где По Их структуре Можно сделать Вывод О их Биологическом Действии О их эффективности Ряде Таких показателей Как Генотоксичность Эмбриотоксичность Мотогенность Это все связано с тем Что Считается Что многие Структуры Какие-то Могут проявлять Разные Биологические Эффекты То есть Внося Молекулу В базу Мы можем Предположить У нее Не только То действие Которое Мы можем Думать Но еще Какие-то Дополнительные И Представляя Ваш вопрос Хочу сказать Что Вещества Которые Внесены В базу На них Исследования На животных Уже были проведены То есть Именно На основе Этих проведенных Животных У нас есть Какие-то данные По Тем или иным Биологическим Эффектам Компьютерное Моделирование Тут может быть Программы Которые Вот как Фрок Дисекшн Компьютерное Как бы Препарирование Это программа Которую Можете скачать Себе На Планшет На телефон И спокойно Как бы Не нарушая Чьи-либо Чувства Там Препарировать У себя На телефоне Лягушку Смотреть Как там Все устроено Также Есть Программы Моделирующие Наши органы Системы В 3D Их часто Используют Как компьютерные Тренажеры Для студентов Медиков То есть Мы можем Посмотреть Как оно Устроено Как оно Функционирует Повернуть Увеличить Но Минусом И недостатком Этих Двух методов Является То Что Мы можем Смоделировать 3D модель Для человека Но если Мы туда Добавим Лекарство Или Как бы Какое-то Вещество Извне Мы не сможем Предположить Как у нас Пойдет Весь Каскад реакции Какая будет Реакция Организма Так ситуация На данный момент Тканевые Органные Культуры У них Их плюс В том Что это Достаточно Гомогенная Сама по себе Как бы Культура Она очень Чувствительна К изменениям К химическим Изменениям Среди Физическим То есть Реагирует На внесение Как бы Постороннего Объекта Кроме того Йоковы То есть Небольшие Размеры Мы можем Тестировать Параллельно Очень много Дозировок Очень много Концентраций Разные схемы Введения И касательно Тканевых Культур Вот их как раз Широко Используют Для тестирования Косметических Средств Например Модель Кожи Эпишкен Когда Коллагеновые Волокна Выращивают Получают Из них Кожу Потом При помощи Ультрафиолетового Облучения То есть Искусственно Состаривают Возраст Который Нам нужен После чего Мы можем На ней Тестировать Какие-то Косметические Косметические Компоненты Также Есть Варианты Систем Там Где Смотрят Влияние Как бы Смотрят Фототоксичность То есть Влияние Что происходит Под солнечным Облучением И реакции На раздражение Глаза Вот Но опять же Мы не можем Полностью Смоделировать Как бы Ответ Организма И Беспозвоночные Тест-объекты Используются От бактерий До Мушек Дрозофил Используются Рачки Куча 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 Всего Как правило Это Альтернативные Объекты В исследованиях На токсичность Их минус В том Что мы Не можем Использовать Для Иммунологических Их исследований И Например С микроорганизмами Поскольку У них Очень достаточно Простой Генетический Материал Очень легко Можно получить Мутанты На основании И потом Смотреть Влияние Наших Веществ На Обратные Мутации На усиление Роста Например Вот То есть Несмотря Как бы И подытожим Несмотря На развитие Альтернативных Методов На широкое Они нам На данный момент Не могут Заменить опыты На животных Увы Если бы Не было Исследований На животных Мы бы Наверняка Не могли Сейчас Говорить О каких-то Лекарственных Средствах О вакцинах Вряд ли Мы могли Разговаривать Об Успешной Трансплантации Органов Каких-то Протезирований Каких-то Новых Методов Операции Естественно Мы не могли Бы Говорить О генной Терапии О ее Перспективах Поскольку На данный момент Широко Используются Именно Генномодифицированные Животные Но Я верю в то Что Разработка Перспективы За альтернативными Методами На этом все Всех поздравляю С наступающим Новым годом Берегите себя Любите друг друга И не болейте Вот И И Берегите Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры